Мэр города Одинцова Александр Гусев снова встретился с уполномоченными. На этот раз собрание прошло в актовом зале школы номер 12, куда пришли старшие по домам первого округа. Тематика мероприятия – субботники, подготовка к ним. Их организация проведения была выбрана не случайно. Сейчас по календарю уже весна, снег скоро сойдет, а из-под него покажется прошлогодний мусор и грязь, которые будут портить внешний облик Одинцова. Поэтому Александр Гусев обратился к уполномоченным с просьбой проявить инициативу в облагораживании города и своего двора. Делать это совместно, дружно, как раньше, в добрые советские времена. Наш субботник, естественно, будет не в один день проходить. Будем его, как всегда, проводить в несколько дней, в несколько этапов. По протяжению где-то месяца полтора, до июня – это точно. Будем проводить субботники, очищаться, отскребаться. И начиная с мая месяца уже активно сажать и делать клубы. Участники собрания посмотрели фильм о работах по благоустройству города, проведенных в прошлом году. Что успели сделать, какие при этом недостатки и недоработки. Например, благоустройство прудов. Некоторые уполномоченные такие мероприятия начали проводить еще в 2012-м. А для кого-то этот вопрос остается открытым даже сегодня. Актуальна сейчас и проблема парковочных мест во дворах. Сделать новые тротуары, выровнять дороги на придомовых территориях, восстановить, где нужно освещение. Это и многое другое нужно было решить еще в году минувшем. Ведущий специалист отдела по работе с органами местного самоуправления администрации города Светлана Удалова подвела итоги прошлого года по благоустройству Одинцова. Рассказала о хорошей работе многих уполномоченных. Ведь все старшие по домам подошли к своим обязанностям очень серьезно. Она сделала столько для своего дома. Она проводила субботники. Она убедила людей сделать ремонт своих подвесков по общественным договорам. Люди пошли на это, и у нее все подъезды в доме отремонтированы. Каждому из уполномоченных есть чем похвастаться перед другими. Кто-то договорился о месте для консьержки и видеонаблюдения в подъезде. Другой занялся организацией уличных зон отдыха и установил новые скамейки. За этот короткий период времени они уже сделали мини-парковку. Они с администрацией сделали ограждение. Кустарник посадили. Они сделали вместе с ЖЭКом ремонт первого этажа. То есть все, кто хочет, как-то находит свое взаимодействие. Светлана Удалова особое внимание уделила вопросу общественной сохранности подъездов. Также она отметила, что помимо благоустройства города, администрация во главе с Александром Гусевым старается заботиться и о культурном досуге одинцовцев. Летние и зимние праздники двора с выставкой цветов в теплое время года и широкой масленицей совсем недавно, где прошла выставка детских рисунков на одноименную тему, это лишь малая доля подобных мероприятий. С речью выступил и начальник отдела благоустройства и озеленения территории администрации Одинцова Геннадий Нарыжный. Он поделился планами предстоящих работ по уборке мусора и озеленению города. Рассказал, что руководители ЖЭУ обязались подготовить жителям весь необходимый инвентарь для предстоящих весенних субботников – лопаты, грабли, перчатки, мешки. Заострил свое внимание и на оперативном вывозе собранного после уборки мусора. Он поделился планами по озеленению, доставке к домам грунта, песка, рассада и молодых кустарников согласно заявкам уполномоченных. Это необходимо для облагораживания полисадников для новых клумб в городе. А заявки же есть самые разные – обновления детских и спортивных площадок, дополнительные ограждения и скамейки во дворах, а в части озеленения больше заказов на такие деревья, как каштан и сосна. В заключении своего выступления Геннадий Нарыжный ответил на вопросы уполномоченных, к каждому уделил должное внимание. В завершении собрания все желающие могли подойти к Александру Гусеву и лично спросить его обо всем, что волнует. Подобные встречи мэра города с уполномоченными уже стали доброй традицией, и в преддверии наступления настоящей весны, когда хочется увидеть родной город чистым, уютным и красивым, несомненно актуальны. Ведь поначалу в дееспособность института уполномоченных верили не все.